Библиотеки Северного округа столицы продолжают программу интеллектуальных путешествий и знакомят читателей с культурой зарубежных стран. В прошлом году книжно-туристический путь пролег через Японию, Египет, Грецию, Австрию, Францию и Испанию. 23 марта детская библиотека номер 35 пригласила своих гостей окунуться в атмосферу солнечной Италии. Сегодня мы попадаем не просто в Италию, а в сказочную страну. Вы готовы к подвигам? Да! Да! Молодцы! По легенде, на территории Италии расположились две сказочные страны – Колодия и Радария, названные так по именам знаменитых сказочников Карла Колодия и Джанни Радари. Все растерялось и перепуталось в жизни литературных героев знаменитых сказок. Путешественникам предстояло разгадать задачи квеста и найти таинственный клад. В ходе испытаний ребята разгадывали ребусы и кроссворды, решали задачи и отвечали на вопросы викторин. Кто вывесил на башне знамя свободы вместе с Чаполино? Вишенка, сеньор, помидор или земляничка? Сеньор, земляничка, вишенка, 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 правильно. Правильно, правильно. Значит, еще очко? Два-два? Да. У кого на усах сушилось белье? Лук-порей. Правильно. В тюрьме, где сидел Чаполино, письма разносил паук. Молодец. Кого поселили в доме Мастина? Что построили детей из аквы графинь Вишен? Школу. Кто помог Чаполино прорыть ход в тюрьму? Крот. Молодец. Узнать о культуре Италии, проникнуться природой, колоритом сказочной страны помогло творчество. Вместе с художником Светланой Шадриной путешественники заглянули в студии великих мастеров и попробовали изобразить типичный итальянский пейзаж в технике пастели. Настоящим сюрпризом для любителей изысканной итальянской кухни стал кулинарный мастер-класс. Конечно, мы массовым мероприятием занимаемся все время в библиотеке. И, как показал опыт, такие мероприятия очень привлекают наших читателей, посетителей библиотеки, приходят всеми семьями. И прекрасный досуг на день, на вечер, если это у нас проходит вечером. Нам какие-то идеи подбрасывают наши постоянные читатели. Они в курсе наших событий и наших каких-то культурных прожектов, программ. И, безусловно, мы все сидим, и вот это совершенно творческий процесс. Каждый предлагает какие-то свои варианты. О том, в какую страну отправится интеллектуальный караван библиотек Северного округа в следующий раз, можно узнать из афиши событий на сайте ЦБС или в социальных сетях. Продолжение следует...